Еще несколько вопросов по поводу сторонников и противников Тимошенко, собравшихся у здания Печерского суда. Как Вы считаете, что может взорвать эту толпу? Что вообще взрывает толпу? Толпа, да? Давайте понимать с Вами толпу сейчас как термин не оскорбляющий, а как термин психологический. Вот толпа. Толпа и психология толпы. Интересный анализ можно провести. В целом я бы хотела сказать следующее, что отличительная характеристика толпы, а толпу мы понимаем как совокупность лиц и индивидов, которые собрались вместе по какому-то определенному событию. Они собираются вместе или взаимодействуют вместе. Так вот, отличительной особенностью толпы вообще является то, что каждый человек, попадая в толпу, большое количество народов, которые собрались по определенному событию, он теряет часть своих рациональных поведенческих реакций. Больше проявляется бессознательно каждого, бессознательная часть каждого из нас. И получается, ну, имеет место следующий феномен, что толпа начинает жить своей жизнью. Толпа начинает от правила духовности толпы, да, вот есть психологические правила, да. Фактически каждый теряет свою индивидуальность, и толпа имеет некую общую характеристику. Толпа. Толпа очень эмоциональна, да. Толпа не слушает, не слышит рациональных простых объяснений, когда это уже толпа, да. Ну, там есть этапы формирования толпы, как происходит формирование толпы, то есть вначале ядро, зачинщики, то есть толпа может быть стихийная, толпа может быть ведомая. Вот на данном этапе мы говорим о ведомой толпе, потому что в любом случае у нас сейчас в социуме есть настроение, есть высказывания, есть представители, которые формируют мнение, ну, ядро, как зачинщики, да, а следующий этап, можно сказать, так, толпа организована, может быть, да. К толпе вообще примыкают, когда толпа получает, ну, в процессе уже своего развития, помимо ядра участников примыкают ряд обывателей, то есть вот она увеличивается за счет этого. И толпа начинает жить своей жизнью, она, в общем-то, ну, тяжело управляемая. Если управляемая, то управляемая определенными механизмами. И нужно помнить, что это не рациональные механизмы, это эмоциональные механизмы управления толпой. Что еще можно сказать о толпе и о соратниках, да, там одной и другой стороны. Толпа, вот на сегодняшний день, когда онлайн-коммуникации получили огромное развитие, когда в целом посредством соцсетей формируется общественное мнение, под толпой мы можем понимать не только лишь количество народа, которое стоит на улице, да. Под толпой мы уже можем понимать некую общность, которая регулярно коммуницирует между собой в быстром промежутке времени и одинаково эмоционально реагирует на одно и то же событие. Поэтому вот ваш вопрос, который связан, что может взорвать толпу, да, ну, такой ответ на него очень типичный, потому что очень сильный эмоциональный возбудитель. Очень сильный эмоциональный возбудитель. Причем толпа на эмоциональные возбудители реагируют действием. Действием, причем действия эти не всегда рациональны. Ну, вот сейчас все мы являемся свидетелями, ну, слушателями и зрителями того, какие процессы происходят вот с толпой в аналии, да. Вот это есть толпа, которая стихийно организовалась в начале, да, было ядро, она стала ведомой. И сейчас она находится в состоянии такого массового психоза. Это тоже не оскорбительно, это тоже психологический термин, когда характерные истерические проявления, характерные для такие поведенческие реакции, разрешительные, которые мы наблюдаем. Поэтому что может взорвать? Какой-то сильный эмоциональный возбудитель. Спасибо. А как насчет, я прошу прощения, Саша, да. А как насчет методов нейролингвистического программирования? Могут ли они быть применены и насколько они эффективны в данном случае? Вы имеете в виду кому? Прощения толпы. Тем, кто заинтересован в том, чтобы толпа взорвалась. Неролингвистическое программирование. Вы сейчас используете понятие толпы, понимая, наверное, небольшое количество народа, которое находится возле здания Петерского суда, справа и с левой стороны. Вот одна толпа, вот вторая толпа. Это неправильно. Ну, это неправильно. Неролингвистическая программира, мы говорим, это в любом случае будет контакт проходить непосредственно, да, с количеством каких-то людей или персонально идет. Неправильно понимать сейчас саму толпу, ну, как людей, как совокупность людей, которые поддерживают первую или вторую сторону, как несколько, как небольшое количество людей, присутствующих на Крещатике. Потому что фактически, ну, данное резонансное событие достаточно, ну, имеет эту свою резонансную силу сильную. Вот так вот сказала я. Спасибо, пожалуйста. Ирина, ну вот, хорошо. Вы сказали, что нельзя сводить толпу только к тем людям, которые стоят справа и слева на Крещатике от входа в Печерский суд. Ну, вот я бродил, значит, в среду в эту, значит, вот, среди петельщиков, которые, вот, скандируют там слова поддержки любви Юрии Владимировны, я заметил, что огромное количество бабушек, огромное количество бабушек. Я даже сделал фотографии, то есть вот буквально вот здесь проход, вот, который огорожен какими-то заграждениями, и вот, знаете, бабушки, как вот птицы, вот, облепили с двух сторон. И вот они так интересно, они себе клеят наклейки на лоб, там, не знаю, там, на руки, там, сердечки, вот, портреты Тимошенко, иконы. Ну, то есть вообще такая пестрая, красивая толпа. Знаете, как вот есть панки, например, такие красивые, это бабушки вот в Киеве. И вот, в принципе, вот бабушки, вот, какая психология вообще бабушки, которые вот в толпе, вот что они могут сделать? Вот можно, ну, все, нашу Юлю сейчас убивают, бабушки могут, там, сорваться с места и начать, там, громить Печерский суд. Вообще, вот, вот, дайте, бабушке в толпе, вот такой, может быть, портрет, вот, раз, и вот на что они способны? На что они способны? Это как молодежь, знаете, вот, молодежь, вот, если, там, собралась на рок-концерт, она же может все крушить, там, я не знаю, стулья, мебель, вот, там, проходящие, значит, средства транспортные, вот. А бабушки, вот, способны на какое-то крушение, какие-то ужасы, вот, просто. Бабушка способна выбрать Леонида Михайловича мэром? Да, к тому же еще, вот, да, вот, бабушки-то же активны, вот, говорят молодежь, именно бабушки активны сейчас, значит, нашего общества, и они на пенсии делать им нечего, вот. Ну, здесь бабушки у нас несколько другую роль исполняют, они фактически демонстрируют всем, да, они вышли на улицы, вероятнее всего, что добровольно, потому что, как бы, те характерные, как вы говорите, отличительные признаки наклеек, на лбу, на руках иконки и так дальше, говорят об эмоциональности их присутствия, да, эмоциональность, прежде всего, а не некая работа. Так вот, бабушки здесь несут следующую роль, они показывают всем физическое наличие, ну, физическое наличие сообщества. Биомасса. Да, то есть, нет, ну, нельзя так говорить, и я совершенно не поддерживаю этот термин, я в свое время была им возмущена, абсолютно, да, то есть мы говорим о том, что другие находятся в соцсетях, да, или в разговорах где-то, высказывают свое эмоциональное отношение к данному событию, да, а бабушки у нас физически присутствуют, то есть они на самом деле выполняют серьезную функцию, они показывают, что на улицу можно выходить. Вот какой момент. Вот этот момент, и его нельзя не учитывать. То есть анализировать психологический портрет бабушки, в принципе, смысла нет. Мы говорим, это действительно эмоциональная составляющая толпы, которая уже вышла, которая уже вышла. То, что эмоциональное отношение каждого, фактически, ну, жителя, наверное, да, или гражданина, есть сейчас к этому эмоциональная оценка личная, персональная этого события, это факт. Это факт. Она есть у меня, у вас, у всех присутствующих, и эта ситуация не очень спокойная. Может быть, бабушки — это своеобразный щит, те, кто организовал ритуацию? Закрыт нельзя, опять же. Ну, щит — это что? Что вы подразумеваете? Живой щит. Бить нельзя никого, в принципе. Я такие, у меня такие ценности. Ну, имеется в виду, что, когда, предположим, идет ответ какой-нибудь, да, и вот... Когда поступит приказ расчистить площадь, да? Тяжело бить бабушек, да. Да, как же бабушку ударить? Дубиткой. Жалко бабушку. Ну, не только бабушку жалко, а это крайние методы. Ну, это крайние методы, ну, что, силовые методы решения? Молодой парень, он тоже агрессивный, он тоже в силе, он может ответить. Там разные силы, и, значит, отпускаются все методы, присущие полиции, милиции. Против бабушки это не используют. Пожалуйста, ваш вопрос. У меня вопрос по поводу второй части толпы, которая вот сидит за компьютером и стучит по клавиатуре. Вот что ее может вывести на улицу вот в этой ситуации? То есть какой-то призыв или какое-то, может быть, какое-то очень грубое нарушение там чего-то. Вот что может ее подвигнуть, выйти и присоединиться к бабушкам? Это один вопрос. И второй вопрос. Вот ваши коллеги, психологи некоторые называют нынешние партии политические конфессиями. И вот лидеры, которые стоят, так сказать, вот они в роли проповедников. И был вопрос о религиозной составляющей, вы сказали, что ее нету. И все-таки как... Это мое впечатление. А? Это мое впечатление. Как они управляют, как они влюбляют в себя, за счет чего? Вот в частности Юлия Тимошенко. Давайте по первой части вопроса. Опять-таки интересный момент. Ответ на него тот же. Что может побудить выйти, присоединиться к бабушкам? Сильный эмоциональный стимул. Какой эмоциональный стимул? Ну давайте не будем воспринимать лозунги или призывы, как эмоциональный стимул. Давайте будем это понимать как некое событие, которое эмоционально затронет каждого персонального. Почему? Какие действия человека, как в Лондоне? Ну к примеру это, да? Когда ты лично чем-то возмущен или лично чем-то обрадован. Очень сильно. Вот Новый год. Новый год мы выходим на улицу. Иногда бывает, да? Мы хотим это. Что может заставить захотеть? Эмоциональное возбуждение. В данной ситуации, конечно, когда возникнет ситуация явного сострадания, либо несогласия. Эмоционально, нерационально. Я хочу подчеркнуть это. Я до этого сказала, что ситуация не очень спокойная. В каком плане? Давайте вот проанализируем настроение персонально каждого живущего в Украине на протяжении последних трех лет. Кризисный период, постоянные перипетии. Ну эмоциональный фон, персональный каждого человека. Что присутствует больше, позитива или негатива? Ну негатива, да? То есть негатива… Не позитива. Не позитива. Это связано, конечно же, с экономическим кризисом. Это связано с тем, что переживали, ну каждая фактически семья сейчас не очень, ну большой процент, большой процент не очень уверенно смотрит в будущее. Ну, например, с той точки зрения ответа конкретного на конкретный вопрос. А смогу ли я отдать этот кредит за эту квартиру, да? К примеру, к примеру, а поступит ли мой ребенок, будут ли у нас деньги для обучения ребенка там через год, к примеру. То есть тревожность. Общая тревожность, причем она в обществе. В обществе персонально у каждого. Присутствует больше фон идет негативных эмоций. Это первая опасная ситуация. Вторая ситуация. Вот смотрите, почему такой резонанс имеет данное событие? Ну, потому что давайте не будем забывать, что люди вообще, они существа сопереживающие, ну с точки зрения психологии. Вот кого-то обижают в школе, когда кого-то обижали, да? Классный руководитель, когда кого-то персонально к директору вызывали. Ну, вроде бы и не прав человек. Но чем больше обижают, чем больше у нас на глазах обижают, тем больше идет реакция сопереживания. Такой момент идет. То есть естественные человеческие реакции. Причем можно предположить, что очень высокий процент украинцев находится в состоянии хронического стресса личного. И так мы говорим, эмоциональное напряжение у нас в принципе так же сходное, длительное. Есть неуверенность в будущем, есть страх перед будущим. Дальше мы говорим, мы как люди, как человеки, ну я такое слово потреблю. Когда у нас развита такая способность, симпатия, сопереживать, чувствоваться. Мы понимаем, когда обижают других, мы начинаем жалеть. А есть еще, почему резонансное данное событие, да, есть еще следующий момент. Ну, повод для заключения под стражу, да. Повод-то не приговор, а повод проявления неуважения к суду. А теперь давайте вернемся к себе, к каждому, да. И скажем, а кто из нас, сталкиваясь с судом, каждый из нас сталкивался с судом, его уважают. Ну, никто не осмеливался, кроме Тимошенко, ходить в суду и... Так вот, понимаете, вот в этом уже героизм, в этом уже героизм этого персонажа, да, то, что мы не осмеливались, то, что мы не осмеливались. Итак, это относительно, это я, ну, абсолютно с психологической, абсолютно с психологической точки зрения, совершенно не заангажирована политически, как бы отвечаю на ваш вопрос, а что может возбудить толпу? Нет, не призыв, нет, не лозунги, нет, не призывы, нет, некий факт действия, которое вызовет очень сильную эмоциональную реакцию у нас, да. Ну, мы понимаем, что здесь вот поэтому толпа может формироваться достаточно непредсказуемо. Ну, если в целом рассматривать, как бы персонально, как каждый из нас отреагирует, именно на что. Например, если что-нибудь случится с Димашенко, ну, сезон, да, ну, предположим, не знаю, да, может это быть, да, что-то с ним произошло, нехорошее. Ну, тяжело предполагаться. Уже у меня когда-то слухи о том, что она, ты сказать, умерла, или что-то такого там, да, вот, может это явиться в ночь? Давайте не будем мрачными предсказателями, да, у меня есть такое предложение, не давать мрачных прогнозов. Нет, мы сейчас говорим о гипотезе, нет, мы сейчас говорим о гипотезе, просто вы говорите о том, что должен быть какой-то сильный эмоциональный фактор, да, то есть такой стресс, чтобы вывести толпу. Вот мы пытаемся, вот, ну, понять, да, вот, предположить, какие-то будут, что это может быть? Ну, я еще раз говорю, Ирина, это не смысл, что я никому ему смерти там не желаем, понятная идея. Мы просто говорим о том, что, ну, предположим, услуг, все, Димашенко пытаюсь в тюрьме, может вывести, вот, вы говорите, сочувствие, конечно, может. Потом дальше. Все-таки судят же красивую женщину, там, да, вот, обаятельную, да, ну, все-таки, да, вот, судили бы, предположим, ну, я не знаю, кого-то. Ну, не будем... Да, ну, давайте, пример, они будут, ну, какой-то там уродина, условно говоря, да, я уверен в том, что, вот, было бы меньше внимания, вот, допустим, красота же привлекает, правильно, да? Ну, например, Юлию Владимировну сажают во время среднего заседания под кондиционер, который ее бесконечно охлаждает. Да, или в наручниках ее, в канталах, там, да, до более низкого уровня температур, который ей приемлем. Это может быть сигналом для вот этой толпы? Ну, на этот вопрос каждый из нас, вот, и присутствующих, и слушающих может ответить персонально, что для него может быть, ну, явиться наиболее сильным эмоциональным стимулом. Несколько отличительных характеристик. Это должно быть абсолютной правдой, да, это, ну, то есть не может быть предположений, что кто-то обманывает, то есть это должна быть абсолютная правда, доказанный факт. И это очень сильно, ну, должно вызвать реакции сопереживания и желание вмешаться, да, желание вмешаться. Вот это будет побудительный мотив. Поэтому сейчас, я бы так сказала, немножко бесполезно перебирать примеры, потому что каждый персонально решит. Но, но, давайте не будем забывать, что с точки зрения, когда формируется еще мнение, тогда это тоже, с точки зрения того, какие будут реакции, если они будут, да, на это будут оказывать еще и элементы формирования, ну, нашего мнения со стороны СМИ, СМИ, заинтересованных лиц, лидеров формирования мнений. Как с одной, так и со второй стороны. Спасибо. Могли бы посоветовать бабушкам, что я имею в виду? Мы сейчас говорили о том, что, значит, о том, что, в принципе, ну, судья Шкриев там, вот, тоже находится под давлением улиц, ну, в принципе, он же там читает газеты, вот, смотрит, там, знает, вот, что происходит там рядом с судом, да, это как-то вот влияет. Понятное дело, что он может дать, там, больше приговор, там, меньше приговор. Он может разрешить, там, ходатайство, предположим, ну, защиты, вот, предположим, там, ходатайство, там, прокурорских, там, обвинения, да, там, как бы, в сторону. То есть, как будет, ну, в зависимости от его эмоционального состояния и прочее, да. Вот, подскажите, вот, бабушкам, дайте пару советов, вот, как нужно давить на судью Киреева? Вот, что там кричать, вот, как-то, вот, бить на ему личностные какие-то характеристики, кричать, вот, ты, Гарри Поттер, или, там, Новый Берий, или прочее. Чтобы, знаете, как-то, вот, эмоционально его, вот, таком, загнать такое состояние, да, чтобы он, ну, как бы, взял и отказался, в конце концов, от процесса, ну, предположим, да. Или, в общем, вот, что, вот, какие вот советы, вот, знаете, вот, какие-то, вот. Спасибо, спасибо, Александра, я поняла. Ну, давайте скажем, что на каждого из нас, для того, чтобы мы изменили свою точку зрения, свое мнение, да, значимо мнение не всех. Значимо мнение какой-то определенной референтной группы. Ну, просто бабушки априори не являются для Киреева референтной группой. Поэтому здесь, ну, нельзя ответить как-то правильно на ваш вопрос, потому что, ну, я думаю, что он более провокационный. Здесь нет совета, потому что это не оказывает влияние. И, с другой стороны, вот мы сейчас анализируем профессии «я судья», да, есть еще профессия врач. Вот они же не плачут, ну, когда оперируют, да, они эмоционально не переживают. Они в этот момент, давайте не о судьях, давайте о врачах. То есть они абсолютно спокойно обедают, завтракают, тушенок, пьют кофе, да. И в морге. И в морге, и, как говорится, потом идут на операцию спокойно. То есть мы здесь должны с вами понимать, что вообще, ну, психологические портреты представителей данных профессий очень сильно более рационализированы, более рационализированы. То есть ведущим является рациональное, а не эмоциональное. Поэтому, ну, и с этой точки зрения, как бы не только с точки зрения референтной группы, а еще и с точки зрения эмоциональности, сниженной в силу того, что этот человек занимает эту профессию, что совета бабушкам какого-то действенного дать невозможно. Если вернуться к портрету Кимошенко, мы сейчас определили, что в нем больше эмоционального, чем рационального. Я этого не говорила. Ну, такое лично у меня сложилось впечатление. Ну, вы можете сказать, пожалуйста, скажите свою точку зрения об этом. Способен ли такой человек руководить столь большим государством, который в основном все-таки руководствуется эмоциями? Спасибо. Я не хочу, чтобы здесь искажали мои слова ни в коем случае. Относительно демонстративных черт личности они явно проявляются. Но относительно того, что ведущим, априори ведущим и доминирующим является только лишь эмоциональная составляющая в психологическом портрете Ильи Владимировны, это не есть так. Почему? Потому что мы прекрасно с вами видим и понимаем, что человек добивается своих целей, у нее есть цели на будущее, четкие, достаточно рациональные и так далее. Поэтому так говорить нельзя. А относительно вопроса, может ли человек, имея такой психотип, занимать какие-то важные государственные должности, отвечать я на него сейчас не могу, потому что у меня сейчас рассуждение на тему. Это не данные каких-то четких прогнозов, диагностик, исследований. И нужны ли они или нет, не мне сейчас и не вам тем более решать. Поэтому данные, прогнозы и предположения, они просто до такой степени, ну я не могу их делать, потому что мне не позволяет это на уровень методов. Хорошо, тогда иначе сформулируем. Насколько эффективным менеджером может быть лидер-харизматик? Я хочу очень такой простой иллюстрационный пример привести относительно того, что вот когда все мы учили в школе, есть круг, ряд одноклассников, да, и кто-то был отличниками, мы, кто-то из нас был отличником, кто-то был не совсем отличником, кто-то троечником, кто-то двоечником. И вот смотрите, почему я прошу вспомнить школу, так каждого слушающего, да, есть ли четкая зависимость между тем, что все отличники добились высокого социального статуса и успеха в жизни, а все двоечники, троечники, прогульщики, они, ну, грузчиками на рынке работают. Ну, вот так вот. Такой зависимости нет. Даже наблюдается противоположная иногда зависимость, да. Ну, когда мы говорим о понятии эмоционального интеллекта, мы говорим, что сформировалось вообще понятие эмоционального интеллекта на основе исследований среди успешной аудитории топ-менеджеров, ведущих западных компаний, да. И когда проводились замеры уровня, ну, наш привычный IQ, то есть то, что мы знаем, как мы логически думаем, мыслим, принимаем решения, и уровень оценивался эмоционального интеллекта, он называется IQ. И вот такие интересные получились данные, что чем выше субординационная ступенечка лестницы, чем больше успех социальный, материальный, статусный, да, тем выше уровень эмоционального интеллекта, а уровень нашего любимого IQ, да, он остается одинаковый фактически на всех ступенях. Но это официальные данные, если нужны источники, я вам после пресс-конференции просто, да, источник исследований. Спасибо. У нас есть еще вопросы? На этом мы завершаем прямую трансляцию пресс-конференции обозревателей. Благодарим вас, Ирина, за участие. А всем участникам судебного процесса мы пожелаем больше и стрессоустойчивости. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо.